Добрый день, Тюмень в эфире. О способах отъема денег у населения говорим сегодня. Незаконных способах. Татьяна Максимова, Артем Фирсов и наши эксперты по мошенническим схемам. Начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Тюмени Ренат Николаев и психолог, доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Инна Васильева. Вы знаете, пока мы разбирали самые популярные схемы мошеннические, несколько раз поймал себя на мысли, ну вот продуманные ребята аферами занимаются, их будет энергию в мирное русло. Вот шутки шутками, неужели нет способа обезопасить население от таких вот телефонных мошенников, интернет-мошенников? Почему это непросто? Как психолог уже сказал, чувство страха и обычные эмоции, которым подвержен любой человек, они сохраняются и при какой-то критической ситуации срабатывает вот этот эффект. Все мы люди, да? Все мы люди, да. Ну а чтобы обезопасить себя, во-первых, необходимо самому повышать свою юридическую грамотность, активно быть информированными средствами СМИ, проверенных о новых способах, о новых видах, о способах предотвращения таких преступлений, не совершать опрометчивых и резких решений каких-то принятия, то есть обязательно посоветоваться с близкими, с родными, со специалистами в той или иной области. Все свои действия хорошо обдумывать и не делать резких, так скажем, решений. Да, ну что ж, я предлагаю сейчас уже открыть наш компьютер и посмотреть, какие комментарии оставляют наши зрители и обсудить их. Ну что ж, комментарии есть. Вот, например, так, много, сейчас найду какой-нибудь большой. А смысл сообщать в банк или полицию? И те, и другие ничего не сделают, даже если и предпримут. Пока то да сё, время пройдёт, и о Ферюге телефон сольют. Толку ноль. Друзьями родным сказал бы. Ну что скажете? Ну, во-первых, и туда, и туда обращаться, и в банк, и в полицию, безусловно, необходимо. Во-первых, банковские работники осуществляют блокировку вашей карты, чтобы в дальнейшем уже не было несанкционированных операций. Вобьют номер телефона, с которого звонили мошенники, в свой реестр. То есть на какое-то время? Потенциально опасных и угрожающих, так скажем, объектов. А сообщение в полицию необходимо для того, чтобы, во-первых, здесь, безусловно, будет состав преступления, возбудится уголовное дело, и в рамках возбужденного уголовного дела следует для оперативники и будет проведать весь комплекс для того, чтобы установить их. Вы знаете, Танюш, секундочку. Вот я понимаю, вот, Ренат, абсолютно человека в погонах, да, который говорит, есть контакт, да, негатива, сообщайте. Сообщайте. Как психолог у нас эту ситуацию решает? Прокомментируйте комментарии. Совершенно верно. Абсолютно поддерживаю. Дело в том, что у финансистов есть, например, чудесное выражение. Есть убытки, их нужно зафиксировать. Вот есть убытки, их нужно зафиксировать, сообщив туда, 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 в том числе и родственникам. И сделать из этого выводы. Психологически это гораздо более полезно, завершить гештальт, а понять, что вот это неправильное поведение было, сделать из этого вывод, какое должно быть правильно, и жить дальше. Понятно. Ну вот посмотрите, что пишут еще наши телезрители. Звонить в банк нет смысла. Я вот позвонил, рассказал оператору о том, что от имени банка звонят нехорошие люди. Думал, спросят номер телефона, с которого идет обзвон, подключат сотрудника. Куда там? Меня выслушали и стали читать лекцию о том, что не надо разговаривать с подозрителями личностями, не надо сообщать СМС-коды и так далее. Задали дежурный вопрос, могу ли я вам еще чем-нибудь помочь, как будто они мне помогали. В общем, абсолютная формальность. Банку все равно, кто вам звонит от его имени. Видимо, и с таким тоже сталкивались. Ну что тут скажешь? По сути, да. Банк не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы как-то принять какие-то достаточные меры к абонентам, ушляющим эти звонки. Они не могут их ни заблокировать, ни каким-то иным образом что-то сделать. То есть, естественно, банк только посоветует завершить все операции по вашей карте, по вашему счету, заблокировать на определенный период времени до разбирательства и обратиться опять же в полицию. А уже правоохранительные органы разберутся, был состав, не был. Действительно ли деньги ушли, или это была операция самим гражданином совершена по ошибке. То есть, пожаловаться на бездействие банка мы все равно не можем? Ну, фактически нет. Хорошо. Вот еще один нашла комментарий. Почему нет варианта сообщить оператору связи? Это же мошенники звонят с номеров, похожих на банковские. Значит, номер платный. Нет? А операторы связи так-то делят прибыль с платных номеров. Вот такой вот еще вариант ответа. Что, например, оператору связи? Право блокировки каких-либо телефонов, либо аккаунтов в сети дано Роскомнадзору. Данная операция, они осуществляют только по официальному документу из правительных органов в рамках возбужденного уголовного дела. Если факт подтвержден, опять же, если есть уголовное дело, но оно само по себе не возбудется без заявления гражданина. Поэтому, опять же, переходим к тому, что заявлять обязательно необходимо. И вот про это еще нашла комментарий. В полицию точно нет. Ходи потом заявление, пиши распечатку, звонков еще потребуй, за ней топай. Больше проблем только. Если выкупил, что тебя развести хотят, тупо отключиться, и телефон в черный список. В полицию только если уже развели. И то денег обратно не вернуть. Не совсем верно. Если попытка, как выразились здесь, развода, попытка ввести в заблуждение была, но денежные средства не были похищены. На юридическом языке квалифицируется как покушение. Это тоже состав преступления, и это тоже квалифицируется по статье 159 Уголовного кодекса. Ринат, правда пишет, что это действительно займет кучу времени, нужно ходить, все это писать. Или попроще есть схема? Да нет, безусловно, всю процедуру и всю, так скажем, всю цепочку, гражданину пройти придется от написания заявления до допросов и предоставления, в том числе детализации и выписок по своему расчетному счету. Это необходимо, это надо, без этого никуда. И действительно, здесь просто есть некие бюрократически необходимые в рамках закона действия со стороны клиента. Вот с точки зрения психолога, почему мы все-таки боимся-то людей в погонах? Почему? Ведь они готовы нам помочь, несмотря на то, что есть условия. Мы боимся не людей в погонах, мы боимся потенциальных трудностей, которые нам предстоит пройти в рамках бюрократических процедур. Но на самом деле вот эти бюрократические процедуры, они как раз позволяют эмоциональное напряжение снять, которое человек испытывает в связи с ситуацией потери финансовых, например. И это позволит отреагировать и чувствовать себя, в принципе, более здоровым, потому что ситуация разрешается хоть как-то, а не просто капсулируется в эмоциональных переживаниях. Те страдания, которые в отношении банковских сотрудников о том, что не отреагировали должным образом, фактически же человек хотел, чтобы ему посочувствовали. Наверное, да. В том числе. В общем, если в следующий раз кто-то из сотрудников банка скажет, а теперь налейте зеленого чаю и сходите на кухню, посидите и позвоните своим друзьям, поделитесь этой темой, вот это было бы, наверное, хорошо. Мы действительно не боимся людей в погонах, мы боимся своей ленности и того, что нам предстоит, ну, долго двигаться и ходить. Слушайте, ну вот еще вопрос, который, наверное, висит у нас здесь в воздухе, и я хочу его задать. Вообще, Ренат, реально ли вернуть деньги, которыми завладели мошенники? Реально, но, так скажем, на конечной стадии. После того, когда будет возбуждено уголовное дело, проведен весь комплекс следственных оперативно-розыскных мероприятий, установлен преступник, только тогда в рамках уголовного дела каждый гражданин имеет право заявить гражданский иск. И суд, как правило, в стопроцентных случаях удовлетворяет и в своем решении обязывает преступника возместить ущерб материальный, в том числе и моральный. То есть, ну, если преступник не найден, то шансов нет. То шансов нет. Но все-таки будем надеяться, что люди, однажды проколовшись, дальше все-таки вернут свои деньги. Друзья, а теперь давайте посмотрим итоги нашего опроса. Ну и обсудим, и, соответственно, в нашей студии. Так, позвоню в банк. Смотрим. Смотрите, в банк сразу же 59% людей звонит, в полицию сообщает небольшое 7% количество людей, и 34% готовы рассказать друзьям, близким, родным о том, что вот, ну, существует некий момент, в котором они сами стали участником. Смотрите, катастрофически мало, 7%, кто сообщает в полицию. И тем не менее, мы хотим, чтобы эти дела раскрывались. Вот если мы будем сообщать больше и чаще, это повысит шансы на то, что мошенников будут находить и ловить? Конечно, повысит. Во-первых, полиция будет обладать большими сведениями, потому что очень часто один и тот же преступник, один и тот же злоумышленник или группа периодически меняет номера карт, номера счетов, номера телефонов. И если будет больше заявлений, то, наверное, будет больше шансов установить. Ну, конечно, конечно. Остается не стесняться, да, и на самом деле помогать всем, да, потому что это все-таки наши деньги, друзья. И хочется услышать сейчас вот от вас, как от наших экспертов, четкую инструкцию, что делать, если вдруг случился момент контакта с мошенниками. Если же это контактное мошенничество, и к вам кто-то навязывается в общении и пытается заговорить, то, прежде всего, необходимо, как уже и психологи сказали, я повторюсь, обрубить это общение. Прервать контакт. Уйти в противопротиволоженном направлении, проверить, все ли имущество сохранно и на месте. Второе – это сообщить своим близким, друзьям, родственникам, знакомым, и, возможно, знакомым, которые обладают нужными знаниями в той или иной области, сообщить о ситуации. Ну и третье – о том, что такой контакт был, или кто-то пытался сообщить в полицию, для того, чтобы могли незамедлительно отреагировать, задержать это лицо, либо зафиксировать пребывание в той или иной местности, то есть снять информацию с камер видеонаблюдения, установить транспорт используемый, описание этих людей, ну и уже в дальнейшем спрофилактировать. Все понятно. И у вас, как у психолога, есть что добавить к этому? Повышаем бдительность, а если все-таки убыток случился, его нужно зафиксировать и жить дальше. Хорошо. Спасибо. Мне кажется, очень информативно сегодня мы поработали, да, и многим людям дали возможность сохранить свои кровные сбережения. Спасибо вам огромное. Доброго дня. Спасибо. Ну вот, наш выпуск подошел к концу. Надеемся, советы наших гостей вам помогут. Уже завтра новый добрый день и новый опрос в нашей группе ВКонтакте. И новая очень интересная тема. Киберспорт. Что это такое? Спорт будущего и развлечения. И как вы отнесетесь к тому, если ваш ребенок скажет, мама, папа, я хочу быть киберспортсменом. Заходите в группу «Теменского времени» ВКонтакте, голосуйте, оставляйте свои комментарии. Ответы получите в программе «Добрый день, Темень» уже завтра. А сегодня мы желаем вам хорошего дня и только положительных эмоций. Пока и доброго дня. Редактор субтитров А.Семкин